Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, сегодня, как и обещал, у нас урок-интервью с Сергеем Исаковым, CRM-специалистом и веб-аналитиком. Я ему показал сайт Прожектора, дал доступ к аналитике, вы уже это знаете и умеете, и попросил прямо вот подробно рассказать, что бы он делал, если бы к нему обратились запросом проанализировать этот сайт. Я на самом деле, когда первое с чего начинаю, я осмотрю данные по сайту за последние 30 суток. То есть, первое с чего нужно начинать анализ, это анализ динамики, прирастаем мы в аудитории или нет. Этот анализ мы можем провернуть с помощью панели закладок аудитория, обзор и выбирая нужный нам промежуток, когда мы прекрасно совершенно смотрим, как и меняются показатели входящей аудитории нашего сайта. О чем нужно самое главное, с чего нужно общать вообще анализ? Анализ самого сайта. Какая цель у нашего сайта? Какая бизнес-цель? Вот если мы говорим о сайте конкретного мероприятия, то целью этого сайта является приглашение гостей, и регистрация гостей на мероприятия. То есть, по сути, зачем мы делаем этот сайт? Для того, чтобы люди регистрировались. Какая цель того, чтобы мы человека привели, чтобы он просил регистрацию? Мы определяем с помощью целей, бизнес-целей, мы переходим к метрикам. Метрика здесь будет – количество, регистрации. Вопрос в том, как наш сайт подводит человека к регистрации. Есть несколько способов, точнее, моделей. Первая модель, которую мы видим реализована на сайте Projector 2020 – это модель лендинга. Лендинг – это схема, по которой человек, двигаясь сверху вниз, отвечает в своей голове на все вопросы касательно предмета этого сайта, точнее нашего мероприятия. И в самом конце, ответив на все вопросы, мы его плавно подводим к нажатию кнопки регистрации. Поэтому, если мы используем такую схему, то для нас главный вопрос, на который мы отвечаем, первый вопрос – это как наш сайт конвертирует или не конвертирует в регистрацию. Первое, что мы должны посмотреть – это докуда докручивает вниз наш человек. То есть, это метрика по скроллу вниз. И вы знаете, очень часто эти метрики показывают, что людям просто скучно читать, и они не доходят до регистрации и просто закрывают сайт, потому что вы их утомили чтением. В данном случае, когда мы говорим о лендинговых схемах, мы в первую очередь используем правило 30 секунд. Почему? Потому что лендинг предполагает, что человек просто мотает вниз, никуда не прокликивая. Если на нашем сайте множество разных страниц, то нужно посмотреть страницы входа и посмотреть, как конвертируют страницы входа. Потому что страницы входа у нашего сайта показываются по разным поисковым запросам. И эти поисковые запросы, естественно, ищут разные люди. И это может нам подсказать, указать, а то какие люди гораздо более заинтересованы в материалах нашего сайта, чтобы развивать наши рекламные кампании. То есть, я так понимаю, что работа аналитика, это работа в каком-то смысле ученого. Выдвигается гипотеза. Абсолютно верно. Да, и она проверяется, и дальше следующая гипотеза, и она также проверяется. Какие там, скажем, я не знаю, вообще можно ли говорить об этом, но есть какие-то прямо топовые инструменты. То есть, сегментирование, да, там какие-то самые, то есть, демография, например, полвозраст. Вот что-то такое, почему всегда, в первую очередь, определяется аудитория. Самый серьезный показатель в данном случае это, ну, просто я могу только делиться своей практикой. В моей практике самый мощный статистический показатель это возраст. То есть, люди разных возрастов принципиально по-разному реагируют на контент. И более того, приходят из разных источников. Кстати, очень важный, на самом деле, в общей теории CRM-маркетинга, если мы не говорим просто об аналитике, а больше в маркетинге, там самое главное – это источник, с чего пришел человек на сайт. Вот мы в том фоне, где я сейчас работаю, мы помечаем все наши внешние ссылки на наш сайт, UTM-метки, и потом мы смотрим по конверсиям. Мало того, что мы видим, сколько у нас людей сконвертировалось в реальные пожертвования, мы видим точку захвата, с чего они пришли первый раз, то есть, что их первый раз привело на наш сайт. Как показывает практика, это самый критериальный, это самый полезный для анализа показатель. То есть, вы четко начнете видеть, что какие-то вещи, в которых вы упираетесь, они вообще не захватывают, а какие-то вещи, которые вы делаете мимоходом, прекрасно захватывают аудиторию.